Приветствую тебя, мой маленький дружок-пирожок и пандружка-пампушка. Будем сегодня смотреть на Fortnite, одну из самых знаменитых игр во вселенной Королевской Битве, да и вообще в целом кооперативный ПВЕ тут тоже присутствует, очень знатный. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что Epic Games замутили одну из самых необычных коллабораций. Это коллаборация с рэп-исполнителем, которого зовут Эминем. Я не знаю, что сподвигло сотрудников студии Epic Games именно с этим мужиком затеять коллаборацию, заплатить ему 14 самосвалов долларов за то, чтобы он поучаствовал в этой игре. Но, тем не менее, Эминем, может быть, он сам изъявил желание, я не знаю. Но где рэпы, где Fortnite? Ну, хотя многие исполнители, не только рэп-исполнители, но и исполнители популярной музыки играют в Fortnite. Да, действительно, это есть, но вот уж кого, кого я не ожидал увидеть, так это его. Ну вот, вы видите на экране Эминем в пиджачке. Такой вот интересный, стильный мурзущина. Очень у него много различных вариаций образов исполнений. Но вот мне понравился именно образ в пиджаке с галстуком. Вот за него сегодня и будем мы играть с вами. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Итак, мы давайте переходим к первому горячему событию и к нашему первому выстрелу. И к первой победе над игроком. Поехали! Побед в нашей сегодняшней подборке хайлайтов будет не так много, но, как обычно, они будут яркие. Видите, что Эминем оказался очень хитрым и находчивым. Нацепил на себя камуфляж для первого боя. И это позволяет ему без труда разобраться с одним из игроков. И тут же разбираемся со вторым, который участвовал в перестрелке. С тем, на кого мы напали. Ой-ой-ой. У кого-то реактивный ранец. Реактивный ранец, конечно же, может очень хорошо зарешать, когда требуется свалить из такого горячего боя, где непонятно откуда по тебе шмаляют. Ну, игрока можно понять, почему он начал убегать. Потому что бегает какой-то куст, стреляет в себя. Ну, все-таки это ему не помогло. Нам на счастье, этому игроку, который против нас сыграл, к сожалению, на возвращение в лобби. Куст слетел, да, но мы не отчаиваемся, не расстраиваемся и двигаемся дальше. Так, это у нас будет уже третий момент встречи с другим игроком, который тоже жаждет победить. Но, как вы поняли из названия видеоролика, спойлер тут присутствует. Никто не победит, кто встретится нашему мистеру пиджаку на дороге. Так, игрок мастерски применяет строительство. Я же, как вы видите, уже одерживаю третью победу и строительством не пользуюсь. Так как настолько привык к королевской битве, что частенько забываю, в каком режиме нахожусь. Поэтому приходится просто не обращать внимания на те постройки, которые возводят игроки. Ну, хотелось бы еще отметить, что многие, кто пользуется строительством, они это самое строительство включают в тот самый момент, когда его включать ни в коем случае нельзя. В общем, оно, иметь в виду строительство, в некоторые моменты не помогает, а очень сильно мешает и отвлекает от схватки. Например, если ты находишься в зоне с большим количеством построек, то строительство, конечно же, применять не стоит. Это лишнее. Надо использовать те укрытия, которые есть. Но если ты в чистом поле и не знаешь, откуда по тебе стреляют, да, можешь застроиться, сориентироваться как-то, переключить свое внимание на тот угол, с которого по тебе атакует, тогда, да, действительно строительство может помочь. Но опять же, если ты в холмистой местности, то строительство только тебе навредит. Потому что некоторые стены в холмистой местности возводятся не во всю длину. Так устроена игра, это надо понимать. Но это все приходит с опытом, и знание игровых механик иногда помогает одержать победу даже в самой сложной ситуации. А просто тупо застраиваться нельзя. Сейчас с Эминем поступил по старой схеме, которая уже не раз была вами замечена в данной подборке, а именно, нацепил кустовой камуфляж на дорогой черный пиджак от Бриони и бегает в этом камуфляже по локации. Нарывается он в этот раз на горячейшую перестрелку в скалистой местности возле океана на побережье. Осталось сколько игроков получается? Аж целых 5 или 6. Ой-ой-ой, месиво, месиво пошло. Четвертый игрок на нашем счету. Очень скоро произойдет схлопывание игровой зоны. Нужно об этом помнить. Три игрока осталось. Опять Эминем цепляет на себя камуфляж. Уже не знаю, какой раз по счету за эту игру. Но камуфляж, ребята, решает. Потому что, как вы видели, где-то вот вторая битва была, когда игрок нашего персонажа просто не заметил на фоне зеленой поляны, на которой мы сражались. Потому что мы видим этот куст прозрачным. А другие игроки видят просто куст. Игра делает нам такое вот облегченное зрение. О, пока разговаривал с вами, пока Эминем проверял кучность стрельбы автомата, вот уже и победа прилетела нам. Ну что ж, ребята, я вас поздравляю, кто болел за меня. Всем пока, до новых встреч.